Снайперы с Майдана арестованы. Исполняющий обязанности генпрокурора Украины Олег Махницкий утверждает, что по людям стреляли специально обученные бойцы расформированного спецподразделения «Беркут». Вовсе не провокаторы из числа оппозиции, которые переоделись в армейский камуфляж, как считают, например, в Москве. Виктор Янукович вчера в интервью также утверждал, что власти не могли отдать приказ стрелять на поражение. За тем, как продолжается спор о том, чьи же снайперы убивали людей во время митингов оппозиции в Киеве, расскажет Егор Максимов. Егор, здравствуй, прошу тебя. Никита, спасибо. Глава украинского МВД Рассе Наваков давно обещал 3 апреля обнародовать сенсацию о том, кто же все-таки стрелял по митингующим с гостиницей Украины. И вот по последним данным задержаны 12 человек, от всей из которых служили в так называемой «черной роте». Это такой специальный отряд бойцов «Беркута». Вот Генпрокуратура Украины утверждает, что бойцы этого спецподразделения сидели как раз в гостинице «Украина», которая так возвышается над Майданом, и стреляли по протестующим. Обо всем этом в эфире пятого украинского телеканала заявил генпрокурор страны Олег Махницкий. Затримано ряд працівників спецподразделу «Беркут». Это спецрота «Беркута», так называемая «черная рота», которая была назначена для спецопераций. И, власне, на этот час уже установлено ряд осіб, и эти особы действуются заходы по их затриманию, а также проводятся заходы и следственные действия для установления других осіб. Это рота, в которой выдавалась оружие, в том числе и снайперская оружие. «Беркут», он в огнепальной оружии не отримал, в том числе и киевский, только отримал специальная рота. Их задача была, так как они на сегодняшний день поясняют, хотя мы до конца им не верим, про то, что их задача была отстреливаться от наступающих митингувальников и дать возможность основным силам «Беркута», которые были беззбройные, а только им им были специальные средства, отступить по улице Институтской, в район Банкове, сюда, до готелю «Национальный». По словам Махницкого, всего в расстрелах подозревают как раз 13 человек, все из которых практически сейчас задержаны. Но самое главное, Махницкий утверждает, что приказ стрелять по митингующим «Беркуту» отдавали напрямую из администрации Виктора Януковича. Сам Янукович накануне заявлял, что никогда не давал таких приказов, и он считает, что снайперов нанимала оппозиция. В своем интервью он говорил, что огонь шел с тех зданий, которые контролировали митингующие. А в начале марта в интернете появилась запись телефонного разговора главы дипломатии Евросоюза Кэтрин Эштон и главы МИДа Эстонии Урмаса Паэта. И даже европейские дипломаты утверждали, что снайперы в Киеве были наняты кем-то из новой коалиции. Ну, о наемниках на Майдане много говорят самые разные эксперты. Например, такую версию в эфире нашего канала озвучил вице-президент антитеррористической группы «Альфа» Алексей Филатов. В пользу того, что это были наемники, которые стреляли и по гражданским, и по беркутцам, говорят о том, что в спецназе очень мало найдется людей, которые выполнят приказ и будут стрелять, скажем, не только по врагу гипотетическому, хотя, например, свое население гражданское назвать врагом, наверное, не сможет ни один военнослужащий, ни одной страны. Но еще и плюс стрелять по своим сотрудникам и их убивать. Я боюсь, что для этих целей, как правило, нанимают наемники. А вот в Министерстве иностранных дел России считают, что это были бойцы правого сектора. На днях об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью Первому каналу. Он уверял, что у российской стороны есть доказательства того, что стреляли именно люди из правого сектора. И Лавров говорил, что Россия даже уведомила об этом европейские страны. Причем он постоянно вспоминает о снайперах на каждых переговорах с представителями и США, и Евросоюза. То есть это один из главных аргументов российской стороны, когда речь заходит о событиях на Украине в начале этого года. Но вот сегодняшние заявления украинских властей о том, что приказ отдавал администрации Виктора Януковича сегодняшние аресты, они ставят, конечно, версию Лаврова под вопрос и могут как раз пошатнуть позиции России в переговорах с Евросоюзом и США. Никита? Большое спасибо, Егор Максимов, о задержании тех, кого обвиняют в убийствах митингующих в Киеве в начале этого года.